Сотрудничал с врагом – погиб. Такие данные о Николе Пашиняне раздобыли в СМИ Армении. И речь не о премьер-министре. Николом Пашиняном звали и деда армянского политика. А вспомнили о нем в армянской прессе после публикации главы Армении в социальной сети фотографии родственника и следующей записи. Никол Пашинян, 1913-1943. Служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная слава павшим за родину. Комментарии не заставили себя ждать. В них утверждалось лишь одно. Никол Пашинян-старший воевал в 1943 году на стороне нацистской Германии. А именно в легионе СС небезызвестного приспешника Гитлера Горегина Тер-Арутюняна по прозвищу Нжде. Того самого, чей памятник уже несколько лет установлен в центре Еревана. Того самого, кому в Армении поклоняются на государственном уровне. Вопрос о недопустимости героизации пособников нацизма поднимался не раз. На различных международных площадках руководство Армении призывали снести монумент и уважать память миллионов погибших в годы Второй мировой войны. Но армянские власти упорно твердят – Нжде – герой. Его идеологию они долгое время пропагандируют среди населения Армении. Теперь всплыла правда о деде, первого лица Армянской республики. Подтверждение о его, мягко говоря, темном прошлом опубликовали ряд армянских СМИ. Некоторые публикации уже переведены на русский язык. В Минобороны Армении эту информацию попытались опровергнуть. Якобы в тот период было два Никола Пашиняна. Однако представленные премьер-министром данные о Николе Пашиняне-старшем и данные в СМИ совпадают. Пашинян родился в Армянской ССР в селе Янакован в 1913 году и пропал без вести в 1943. И тут вопрос, действительно ли дедушка Пашиняна был коллаборационистом нацистов? Учитывая то, как армянский премьер всегда защищает Гарегин Анжде, да и его собственную биографию, такое вполне допустимо. А это, в свою очередь, станет очередным фактом неуважения властей Армении к памяти погибших в годы Второй мировой войны. Михребан Касумова, CBC.